всем привет меня зовут алена и если вы подписаны на мой инстаграм то вы наверняка помните я как-то писала что мне очень хотел сделать веночек на дверь из вереска конечно же из лесного вереска другого у нас не растет но он отцвел но все равно выглядит он красиво я направилась в лес как раз недалеко от меня и приступила к стрижке до используйте обязательно каким-нибудь ножниц и секатор чтобы не повредить растения я срезала верхушки в тех местах там где больше всего осталось засушенных цветочков ну а для основы я буду использовать ветки недалеко росли березы но ядоветок не дотянулась поэтому срезала самые первые которые мне показалось хорошо гнуться кстати самые лучшие ветки для веночков это на мой взгляд это все-таки ива и береза ветки очень хорошо гнутся и не ломается я срезала три веточки можно чуть больше можно меньше от формы ваша основа будет зависеть итоговая форма ваша веночка если она будет более круглая и венок получится более круглый у меня же это будет просто венок который даже слегка будет плоским я могу назвать это так убирая все листья и скручиваю диаметр моей основа получился 18 сантиметров и я использую сборки и нитки кстати всегда у меня в сумке лежит секатор и нитки потому что мне кажется из этого можно сделать очень много всего интересного конечно подбирайте нитки по цвету у меня были такие сине-зеленые поэтому я использовала их сплетаю ветки между собой и скручиваю ниткой для большей надежности а ну а снова готова кстати лишние веточки я по бокам даже не срезаю все равно это по итогу видно не будет беру небольшие пучки вереска и начинаю прикручивать чем больше цветочков вы возьмете тем более пушистый будет ваш венок поэтому на этом этапе можно контролировать объем и размер вашего веночка и старайтесь делать таким образом чтобы все таки со всех сторон у вас венок был одинаковый и вот таким образом я добавляю все веточки вереском по кругу своей основы хорошо зажимая ниткой для того чтобы у нас ничего не вылазило таким же образом можно задекорировать не весь венок а также какую-то его часть будет выглядеть тоже красиво особенно если вы добавите еще какие-нибудь декоративный элемент когда я доплетаю до конца я стараюсь вместе соединения оставить где-то сантиметра два-три в этом месте я буду потом привязывать шнур ленту и бантик но можно же закрыть и все оставшиеся промежутки кстати так как половина вереска уже отцвела половина нет веночек получился немного разноцветный где зеленые веточки где более уже высохшие некоторых местах проявляется даже еще и фиолетовые цветочки помыть до концаcier мути и это да они что там они не хватает вереска вы же не будете убирать полностью все ветки вы просто добавляете в тех местах и обязательно засовываете под нитку тогда у вас будет все хорошо держаться и вот таким образом я дорабатываю весь свой веночек и вот так у меня уже получается так как он уже сыпется я все плела на улице и отправилась домой для того чтобы его до конца задекорировать я буду использовать газету чтобы не наляпать ничего удобнее было убирать мусор и знаете я спрашивала своим instagram чем можно его попшикать чтобы не облетали цветочки очень многие мне посоветовали лак для волос сильной фиксации у меня его нет я не пользуюсь лаком для волос поэтому у меня был вот такой лак куда матовый и я попробовала использовать его не могу сказать что он как-то изменил мой венок но он до стал меньше сыпаться ну и многие говорили что лучше обрызгивать венок несколько раз я же покрыла в несколько слоев на внешний вид не поменялся никак оставила сушиться этот лак воняет растворителем поэтому не очень приятно после того какой веночек у меня высох я еще раз все хорошенечко стряхиваю и знаете облетают именно какие-то сломанные веточки какие-то цветочки которые не закрепились и у меня есть вот такая коробка такой ящик в котором у меня находится вот эти все сухо цветы из них кстати мы с вами тоже будем делать букетик я решила свой венок добавить колоски и я начинаю постепенно вокруг добавлять свои колоски добавляю их равномерно чтобы со всех сторон венок был ровный но еще смотрите чтобы все ваши колоски все ваши ножки заходили именно под нитку тогда как я уже говорю у вас все будет хорошо и надежно держаться мне хотелось сделать веночек именно из натуральных материалов добавить конечно сюда можно совершенно любые цветы которые у вас возможно есть да многие сейчас просят как я сушу сами сухо цветы знаете в принципе не занимаюсь ничем чтобы их там как-то особенно высушить большинство у меня стоит просто в вазе без воды но некоторые те которые очень тоненькие ножки такие как лаванда я просто связывала и подвешивала вверх ногами цветочки высыхает и с ними можно работать а и бантик я буду делать из вот такой ленты она из мешковины покупала кстати я у нас приедете в магазине поэтому где можно купить в интернете сказать вам не могу обматываю рафии и привязываю в то место где я оставила свободных и два сантиметра и не забудьте обязательно привязать какую будь веревочку на которого будете подвешивать свой веночек и в принципе на этом готова давно я хотел сделать для себя веночек такого варианта и теперь он у меня есть но если вам понравилось ставьте лайк подписывайтесь на мой канал ну и также не забывайте нажимать на колокольчик чтобы не пропускать мои следующие видео и до новых встреч пока пока и